Всем привет! Сегодня я вам расскажу о возвращении детей в школу в июне месяце. Я к этому видео вообще не готовилась. Я занималась генеральной уборкой. И думаю, почему бы вам не рассказать о возвращении детей в школу. Значит, братья и сестры ходят в те же дни. Классы у нас по 16 человек, мы их поделили. И ходит половина, 8 человек. Моя дочка с сыном будут ходить понедельник, среда, пятница. На следующей неделе они будут ходить вторник и четверг. Значит, на каждой перемене все это обрабатывается. Все стулья, парты, абсолютно все. Каждый ребенок может носить, должен носить свой карандаш, свою ручку. Запрещается делиться своими вещами. За каждой партой сидит один ребенок. Чтобы получилось, допустим, один сидит с передней парты на левой стороне, вторая парта уже с правой стороны. Чтобы расстояние было полтора-два метра. Значит, перемена у нас проходит так. На расстоянии. Это все контролируется. А, забыла сказать. Родителям запрещено заходить во двор школы. Только около калитки. Детям меряется обязательно температура. Брызгают на руки вот это вот средство. И только потом они заходят. Значит, средние и старшие школы у нас ходят в маске. Ну, наши еще пока что не носят маски. Тоже меряется температура. Точно так же и ходят в школу. Учитель не должен трогать. Учитель запрещено касаться вещей ребенка, тетради, книжки и все остальное. Он это говорит или пишет на доске уже. Естественно, дети все записывают сами. Точно так же и будет проверяться домашнее задание. Будет открываться и, я не знаю, завтра, послезавтра я вам, наверное, если какой-нибудь новости будет, я вам обязательно добавлю вот этот вот кусочек, как будет проверяться домашнее задание. А может даже и отсылать опять на e-mail. Скорее всего. Так, что еще? Геоск, который у нас есть в школе, его сейчас нет. Каждый ребенок приносит свою воду, свой сок, там, завтрак и еще такое. Продленки нет. Дети учатся до часу и 15 минут. Пока что вот такие вот новости. Сейчас мы пришли со школы. Пойду их кормить и делать домашнее задание. Всем пока!